МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть такая страна, Азербайджан, где ее лидер Али, супругой и со всем семейным кланом, шикует на широкую ногу и, как подобает в авторитарных режимах, грабит залежи собственной страны. А еще Алиев подкупает иностранцев, растит их для себя в своих арминофобских целях. Все, как у того оруэлловского свина Наполеона, который взрастил щенят, а те защищали уже его авторитарные интересы на протяжении всей жизни свина Наполеона, когда уже подросли эти самые щенята. В Азербайджане вообще все по оруэлу. Большой брат, так сказать, нигде не дремлет, в случае чего, в лучшем случае за решетку, уж простите за тавтологию, можно будет отправиться за наркотики, а в худшем закопают где-нибудь между Нардараном и Бельгия. А еще в этой стране есть фонд имени папы Большого Брата. Деньгами из этого фонда поощряются только избранные. И тоже чаще всего иностранцы. За написанные книги о Большом Брате и его покойном великом отце памятники, за журналистские репортажи и статьи о них же, литераторам тоже выплачиваются из фонда за книжки, опять же о них, ну и так далее. Нефть качается не в их, конечно же, честь, не в честь народа Азербайджана, в котором с детства только и делалось, что прививалась органофобия и строились небоскребы, чтобы показать величие Большого Брата. Ну, так уж повелось, что на Востоке величие показывается только размерами, в частности, небоскребами. Зато граждане этой нефтеносной страны сводили концы с концами и сводят до сих пор концы с концами, особенно беженцы, которые за эти 30 лет жили в свинских условиях, пока сам оруэллский свин Наполеон со свиноматкой и другими поросятами и подсвинками жил в покоях Загульбы, где раньше мистер Джонс жил, в переводе на азербайджанский, где раньше Кемран Багиров жил. Это коммунистический лидер, первый секретарь тогдашней Азербайджанской СССР. Так вот, 30 лет ютились эти самые беженцы и пока еще, кстати говоря, до сих пор ютятся. За 30 лет им не строились ни домов, ни квартир не давали. Выросло целое поколение в этих трущобах Баку. И это граждане нефтеносного государства. Если такое и есть, где-нибудь там в Кувейте, в Дубае, Абудаби, в Дойхе, то в таких условиях живут точно не граждане того же Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов. В таких условиях живут чернорабочие из Пакистана и других стран, которые приехали туда за длинным динаром и долларом. Но никак не собственные граждане. Просто некоторые азербайджанцы любят сравнивать свой Азербайджан с Эмиратами, с Катаром, с Бахрейном. Потому что вам еще куда далеко до этих стран. Более того, с вашими-то ксенофобскими мозгами. Вы спросите у меня, какое, собственно говоря, тебе дело до них? А дело вот такое. В отличие от Азербайджана, в Армении нет нефти и фонда имени Папы Пашинян. Но в Армении и у Армении есть другие богатства. Это мы, армяне. Народ, прошедший большой исторический путь, умеющий выживать даже в самых невыживаемых условиях. Более того, многие из армян выходят из невыживаемых условий весьма успешными и образованными людьми. Возможно, потому что, когда им приходится покидать свои дома, то забирают с собой книги и кресты. Некоторые и дома сжигают после себя, чтобы варвары в них не топтались по их коврам, по их напольным покрытиям. Последнее, что произошло с Арцахом, я как-то говорил в эфире, что необходимо консолидироваться нашим соотечественникам, имеющим большой бизнес, чтобы наши временные переселенцы из Арцаха не растерялись по разным концам. Сами не растерялись и свой диалект не растеряли. Им бы строить в Армении села, микрорайоны, любые населенные пункты, чтобы эти наши временные переселенцы, наши граждане, если захотят, то и не временные, а навсегда останутся, конечно же, в материковой Армении. Так вот, чтобы наших переселенцев не ожидала участь азербайджанских беженцев. Я почему говорю временных, потому что я просто уверен, что арцахцы в Арцах вернутся. Азад Арцах, а не просто Арцах, или как они называют в Азербайджане, Карабах. Им, конечно же, не помогла нефть, я имею в виду азербайджанским беженцам и живут они в нечеловеческих условиях, а у нас нефти нет. Но помогут соотечественники из Армении и других стран жить в человеческих условиях. Эта тема должна быть наиважнейшей статьей бюджета каждого армянина, кому посильно вложиться в эти самые предложенные проекты, наравне с укреплением армии. Так вот, ряд организаций в Армении, которые уже несколько месяцев, как занимаются строительством населенных пунктов для арцахцев, уже есть, и это не может не радовать. Среди них уже знакомая нам по Арцаху техношкола Мунг, директором которого является Айк Трунян, уже бывавший у нас в гостях. И сегодня мы поговорим о такой деревне для перемещенных арцахцев. Но, минуточку внимания. Для начала хотелось бы снова напомнить вам о календаре вокруг Света Армянского. Все-таки Новый год, рождественские праздники. И если вы не успели заказать себе, своим близким, а может быть вашим корпоративным коллегам календарь вокруг Света Армянского, то стоит это сделать прямо сейчас. Осталось всего 150 экземпляров. Я думаю, до конца января 2024 года и этого уже может не быть. А если вы приобрели уже этот календарь, но нет у вас за уходящий год 2023, то можете приобрести и его. Ведь вы знаете, что в частности, как правило, не повторяется информация из года в год. Здесь вы найдете небольшую информацию о каждом дне истории армяноведения, каких-то личностях, которые случились в тот или иной день, в тот или иной год. На каждый день. Впрочем, те, которые приобретали пять последних выпусков, наверняка знают, что это за уникальный календарь. Вам нужно, значит, под этим самым выпуском в YouTube, если вы смотрите, пройти по ссылке. Там под выпуском написано «Купить календарь». Пройдете по ссылке, заполните купон и вместе с оплаченным чеком отправите дальше на электронную почту. Там все внимательно, если прочтете, все написано. Если же вы живете за пределами Российской Федерации, то просто допишите на электронную почту я или мои помощники вам ответят, как вам за границу приобрести этот уникальный календарь. Ну, ждем ваших заказов. Будьте всегда с нами. Ваш Владимир Арутюнов. Смотрим дальше. Я вас приветствую, Айк. Уходящий 2023 год пока что был ничем не лучше предыдущих трех, а то и даже, может, куда хуже. Но жизнь продолжается. С нами арцахцы, дети, старики, все они потомки своих славных дедов и пращеров. От такого дерева не могут быть гнилые плоды. Червивые могут быть, но не гнилые. Итак, что вы построили для арцахцев и где? Такой вопрос первый. Добрый день, Вадим. Спасибо за приглашение. Ну, мы, наверное, построили не в буквальном смысле ни здание, ни помещение, а создали возможность сохранить общину целую, сохранить команду, сохранить школу, школу, техношколу МУНК. Речь идет об этой школе. Напоминаю зрителям, у нас в Арцахе была техношкола МУНК, где училось порядка 250 детей. Школа была в селе Гаворты и в городе Степанакерт. После сентябрьских событий этого года нам удалось договориться с командой, чтобы вся команда совместно, помогая друг другу, выехала. И так же мы помогли общине Гаворты, села Гаворты, эвакуироваться вместе с нашей командой. И получилось так, что на сегодняшний день в Лорийском Марсе мы всех людей смогли разместить. И они все компактно проживают в одном месте. и помимо того, что проживают вместе, весь этот процесс прошел, как бы сказать, насколько возможно, мягко. Они помогали друг другу. И помимо этого сейчас живут все вместе, сохраняют и культуру, помогают друг другу. И сохранили мы еще точно так же школу. Вот это вот в основном то, что удалось сделать. Но все это благодаря тому, что есть команда, есть понимающие люди, знающие, что такое сотрудничество. И вот этот кейс, наверное, я не знаю другого в Армении. Это единственный кейс, когда удалось сохранить целый коллектив и общину в целом. Это вот самое большое достижение. Ну, из Арцаха выехало почти что 100 тысяч человек, да, население там плюс-минус. А кто жители вот этого вашего села? Там же наверное каждый желающий может приехать и жить там? Или какой-то отбор был? Что это? Не, ну, как происходило, когда все эти события начали происходить? Мы договорились с командой, команда у нас состоит из 20 человек. Мы с ними договорились, что они выйдут совместно, и мы сможем создать в самой Армении техношколу Монг, и будем продолжать эту работу. Была договоренность с ними, что они забирают с собой, грузят в машины не личные вещи, а всю технику нашей школы. Там техники было очень много, и они загружали в машины компьютеры, технику, наши разработки, роботы, детали, которые за эти годы были накоплены, закрывали детскими вещами, чтобы по дороге их никто не трогал. Также получилась возможность помочь самой общине. В селе Аурты был наш основной офис, и мы договорились с Гюлопетом, с главой деревни, что мы им тоже хотим помочь, а он организовал уже выезд всей деревни. В общей сложности это порядка 67 плюс-минус. В Армении мы договорились с фондом Ташир, и это наверное один из немногих фондов, который участвовал в этом проекте. Они предоставили нам жилье в городе Ташир для команды техношколы Монг, и вокруг города есть несколько деревень, в этих деревнях они разместили жителей общины Агорты, и получилось так, что компактно вся община смогла переехать, эвакуироваться в одно и то же место, они сейчас совместно проживают, и сам процесс эвакуации был очень организован, то есть там Гюлопет вместе с нашими ребятами организовал процесс эвакуации, люди собрались все в одном месте, делились друг другом топливом, потом загрузили всю нашу технику, разобрали по разным машинам, после этого выехали, один из наших друзей, членов команды встретил их в Горисе, помог там, все, что нужно было, кто сам имел проблемы, мы порешали их в Горисе, а с Гориса они уже выезжали в Ереван, в Ереване уже мы встречали их, размещали, помогали с решением определенных проблем, и с Еревана уже в Ташир следующий процесс эвакуации таким образом получилось, что ребята все в целом сохранности доехали до Ташира, где уже разместились, это был такой сложный и очень эмоциональный процесс. Если я правильно понял, вы перевезли жителей целой деревни в другую деревню, создали им другую деревню. Да, но помимо этого я хочу, чтобы зритель понял, тут важно не то, что сама община сохранилась, а то, что сама команда школы сохранилась. И сейчас, чтобы вы поняли, в городе Ташир есть очень большая школа с большим помещением, так как мы привезли технику, мы быстро это все организовали, и Ташир фонд нам предоставил помещение в городе. Помимо этого, мы в шести деревнях вокруг города организовали классы обучающие, получается шесть деревень и школ Ташир, и город Надзор мы открыли тоже школу, и на сегодняшний день 450 детей в Лорийском Марзе поступили к нам в школу. И это все буквально за октябрь-ноябрь месяц. Ребята, члены команды даже не успели отдохнуть. Вот этот процесс работы пошел на пользу, они даже не успели окликнуться, даже переживать времени не было, даже страдать времени не было, они были все время в работе. Ну и на сегодняшний день, слава Богу, из-за вот этой командной работы, я прямо в восторге от нашей команды, ребята очень крутые, и благодаря вот этой совместной работе не просто команду сохранили, но еще община сохранилась, сейчас все вместе живут, помогают друг другу. Ну, Вадим, чтобы ты понимал, следующий этап, мы открываем в городе Капани, это ближайшие два месяца в городе Капани будет следующая школа. Я так понял, что инфраструктура уже там вся до вас была, да, или вы за инфраструктуру тоже взялись, ведь деревня наверняка была такая, до них небольшая, и наверное, все было еще советских времен там разрушено. нет, таташирфунт нам предоставил хорошие условия, они молодцы, конечно, мы им очень благодарны, но тут же помимо того, что тебе дают, ты же должен еще уметь этим пользоваться, так как у нас опыт большой работы, удалось все развивать быстрее, и на сегодняшний день плюс-минус все хорошо. Деньги, я так понял, вам поступают из таташира, из фонда, или еще есть какие-то откуда-то? Нет, из фонда таташирфунт нам деньги не поступают, фонд таташирфунт и так помогает очень многим, ну, то есть с жилем, офисом в городе таташирфунт вообще очень многими организационными вопросами они нам помогают, а все финансовые затраты изначально это были личные затраты наших друзей, наши, были затраты членов команды, личные средства были, потом уже подключились несколько крупных фондов из Армении, ну, и донейшн, работа вся на этом держится. ну, смотрите, я думаю, наверняка много желающих захотят вот в подобных общинах жить, да, потому что вот недавно я бывал в Араратском Марзе, в Масисе бывал, и там буквально столкнулся с тем, что жители, допустим, одной деревни или города, скажем, Мартуни, да, ну, сегодня у него там или у нее день рождения, у временно перемещенных этих лиц. Я почему это называю временно, потому что я просто уверен, что придет время, когда они будут возвращаться назад домой в Арцах, но дело сейчас не в этом. Так вот, бывали при мне такие случаи, что они отмечают свадьбы, дни рождения, и жители, их соседи, бывшие по Арцаху, приезжали с других концов Армении, то есть они все разбросаны по всей стране от, там, я не знаю, от Алла-Верди до Мегри, да, и когда какие-то события, они собираются в одном месте, все съезжаются, обнимаются, давно не виделись, 2-3 месяца очень соскучились друг по другу, хотя вот непонятно, да, что всю жизнь жили рядом. И тем не менее, я думаю, что в таких случаях, вот почему я и обращался тоже к нашим олигархам, которые живут за пределами Армении, а может быть самой Армении, чем вот эти вот, не буду пальцем показывать, свадьбы отмечать с участием там супер-мегазвезд, да, отдавать им огромные деньги за выступления, лучше бы увековечили бы свое имя и построили бы какую-нибудь деревню, какой-нибудь населенный пункт для определенной части населения, определенной части населенного пункта Арцаха. Это было бы куда лучше и сохранили бы они имя свое и честь свою и плюс еще сохранили бы род этот Арцахский. И вот если, допустим, захотят, желающие тоже быть жителем одного из того населенного пункта, о котором вы говорите, ну, например, вашим, что им нужно делать для этого? Ну, к сожалению, быть жителем уже невозможно, потому что все жилье, которое там есть, уже занято. Это нужно, эти такие процессы нужно очень быстро и организованно делать. По поводу того, что нужно было делать, я не могу давать оценку к тому, что некоторые люди сделали или не сделали. Я просто по нашему опыту могу сказать, что на самом деле это был... Но вы готовы поделиться вашим опытом, если будут желающие то же самое сделать, что и вы? Опытом, конечно, но тут проблема в чем? В том, что это нужны люди, нужна команда, должна быть очень серьезная команда, которая знает, как работать. Проблема заключается в том, что это нужно было делать изначально. Вот самая большая боль, что я уверен, что можно было, если бы мы захотели, если бы мы эвакуировали общинами из Арцаха, то многих проблем, которые сейчас у людей возникают, их бы просто не было. Потому что, ну вот, это то, что... Пример привел, это очень яркий пример, потому что, ну вот, проходят похороны, да, человеку нужна помощь, кто первый придет ему на помощь? Тот, кто его знает. И вот компактное проживание помогает сохранить не просто возможности выживания, да, но еще сохраняет вот эту уникальную культуру, диалект, менталитет, очень много вещей. Наша задача с помощью школы Мунк, техношколы Мунк сохранить вот этот бренд Арцаха, потому что, когда мы будем возвращаться, было что возвращать. И образование это главный фактор, с помощью которого ты можешь это сделать. И тут много плюсов, потому что вот этот процесс показал ту цену, которую заслуживает наша команда. Уникальные ребята, я прямо ими восхищаюсь. Все быстро, быстрого решения принимали, эффективно работали. Никто до сих пор не пожаловался, никто до сих пор даже не пожалел тому, что с ним произошло. Хотя они очень большой стресс пережили, но вот такое качество это и есть особенность арцахского менталитета. Если бы можно было вот таким образом людей переселить в Армению, то многих бы проблем мы бы избежали. И те проблемы, которые сейчас возникают, это просто бытовые проблемы. Людям нужно иногда друг другу помочь, а у тебя там, я не знаю, два ведра дома, у которых второе тебе не нужно, у соседа ни одного. Когда ты про него не знаешь, не с кем делиться. Вот такие элементарные вещи. И теперь, чтобы это все исправить, время нужно. я очень, честно говоря, был поражен, когда я ездил по беженцам, не так сказал, когда я ездил по перемещенным лицам, по вот этим Марзам, я ожидал увидеть перед собой плачущих женщин, в депрессии сидящих мужчин, все было с точностью наоборот. Как будто ничего с ними не произошло. Наоборот, мужики меня водили по своим огородам, по сараям, говорили, вот здесь я свинок приобрел, здесь у меня вот курочки уже, вот кролики у меня уже вот сейчас вот маленькие подрастут, к весне там еще утята вырастут. То есть, такое ощущение было, что они словно вообще ниоткуда не приехали, они тут всегда жили. У другого уже теплица почти готова, зимой он собирается там овощи какие-то растить, чтобы весной это все продавать. То есть, они вроде бы как потеряли все и в то же время эти люди не потеряли себя, не потеряли свое лицо. И я подумал, вот она вот историческая память, которая, наверное, в жилах каждого армянина, эти люди не пропадут нигде. Это, наверное, в этом и есть секрет выживаемости этой одной из древнейших наций, которые дожили до 21 века. У меня недавно было интервью, меня спросили, а в чем особенность армянского народа. И ты знаешь, я без раздумия ответил, что это генетическая память, инстинкт самосохранение. И вот умение сохранить себя, свою культуру. Ну вот, если сто лет назад наши предки выезжали из Турции и вывозили книжки, они свои личные вещи, в этот раз вот наша команда выезжала и сохраняла разработки научные, технологичные, которые у нас были. ты правильно заметил, но просто ты же что имеешь в виду, что целый год люди жили в адских условиях, в очень тяжелых условиях. И каждый день они ждали войну, поэтому это давление было очень сильное. Но я хочу сейчас представить зрителям арцах немножко, арцахцев, переехавших в Армению немножко в другом образе. Вот этот образ, он мне не нравится, когда вот представляют арцахцев, приехавших в Армению, таких беженцев, которые в чем-то нуждаются. Я тебе вот просто приведу статистику, да, ну вот смотри, переехало огромное количество мужчин трудоспособных, умеющих работать и выживающих в очень тяжелых условиях. Сейчас вот рынок в Армении насытился этими людьми, они сейчас прямо на весь золото их берут на работу. Второе, это образовательный ценз в Арцахе был выше, чем если Ереван не взять, чем в Марзах в Армении. То есть вот очень много было образованных людей там проживало, и вот они сейчас интегрируют сразу вошли в армянское общество и внесли свою культуру. Третьих, ну вот наш кейс, да, это вообще уникальный кейс. Мы привезли в Армению, вот задумайся, мы привезли в Армению целый образовательный проект. И на сегодняшний день в Лорисском Марзе учатся 450 детей. Это за два месяца было организовано. 450 детей, это для такого Марза это очень серьезное количество. И Армения очень много получила, я имею в виду в качественном человеческом капитале. И мне кажется, что будет квантовый скачок, я в этом уверен. И нужно время, нужно время восстановиться силами, переварить прошедшее, понять, как действовать. И единственный выход в это образование, это вырастить поколение. Мы это знали в Арцахе, мы продолжаем верить в эту идею, не просто верить, а реализовывать эту идею. И чтобы какой-то шаг делать следующий, ты должен человеческий капитал качественный иметь. вот этим мы и занимаемся. И мне очень нравится, что в Марсах нас приняли хорошо. Прямо я очень рад этому, потому что и Армения показала себя в другом ракурсе, и Армяне показали себя в другом ракурсе, ты не представляешь, как в Лоре нас встречают, как Ташир нас встретил, как Ванадзор нас встретил. Но это очень круто. последний такой вопрос. В чем нынче вы нуждаетесь? У нас существуют две проблемы. Первая проблема, так как наша школа бесплатная, то есть все эти дети, о которых я говорю, они учатся бесплатно. И то есть мы находим средства для того, чтобы закрыть затраты, фонд заработной платы, ежемесячные затраты на обслуживание зданий, офисов. А дети приходят учиться и учатся бесплатно. Сейчас первая проблема это покрыть фонд заработной платы. На ближайшие несколько месяцев удалось этот вопрос решить, но все-таки этот вопрос устроит. Покрываем мы эту проблему через файндрейзинг, через платформу ReArmenia. Ссылку если разрешишь я дам. Вторая проблема это мы сейчас активно развиваемся в Армении и развиваемся каким образом. Нам из Марсов приходит заявка о том, что есть потенциал откроетесь в нашем Марсе и мы туда идем, изучаем, разрабатываем программу и потом выходим. Сейчас в ближайшее время открываемся Капания, следующая точка это город Вартинис, то есть вот эти приграничные территории и для открытия в этих городах нужно собрать средства средства нужны для техники для того, чтобы здание которое нам там выдает местная власть привести в порядок фонд заработной платы и вот это все требует затрат но уникальность случаев заключается в том, что наша техношкола МУНК не принадлежит какому-то одному человеку а принадлежит вот этой всей команде которая вкладывает свои силы время деньги у нас есть доноры из-за рубежа есть доноры из-за Армении и вот это радует потому что люди осознают на самом деле в чем наша проблема люди осознают что только образование изменит менталитет мы не должны бороться с какими-то другими нарративами потому что нарративами не нужно бороться нужно создавать свои нужно а чтобы создавать это у тебя общество должно быть образованное грамотное понимающее умеющее анализировать критически и креативно мыслить вот эти навыки мы пытаемся детям дать поэтому если кто-то хочет поучаствовать и почувствовать частью вот этого всего пожалуйста будем очень рады хорошо спасибо большое айк зрителям я хочу сказать что если действительно кто-то из вас хочет помочь ссылочка будет под этим самым видео если вы смотрите в ютюбе вот там где написано купить календарь вот под этой ссылочкой будет другая ссылочка по той теме о которой мы сейчас айком разобрали помогайте будьте милосердными потому что наша нация нуждается в вас еще раз как я говорил в начале у нас нет ни нефти ни газа но у нас есть совесть и у нас есть желание жить дальше и растить своих детей спасибо большое еще раз айк до новых встреч с вами тоже со зрителями на следующей неделе увидимся непременно до свидания